Проходите, приехали, проходите в гости. Здрасте. Здравствуйте. Лисик, лисик. Лис, сидеть, 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 молодец, лапу дай. Слышается? Красивый, красивый парень. Поцелуй, поцелуй, поцелуй. Добрый день, дорогие друзья, вас приветствует компания Руфер, меня зовут Рыбаков Павел. Сегодня мы приехали в гости к гончарам. У меня здесь занимается дочка, поэтому пришла идея снять про гончарное мастерство. Вот сейчас вот Наталья Борисовна нам все расскажет. Наталья Борисовна, вот смотрите, сейчас на дворе 2016 год, но неужели люди приходят на выставку, неужели они этим интересуются? В основном очень много приходит и на выставки, и на ярмарки. Потому что, во-первых, интерес к ручной работе у человека всегда существовал. И, во-вторых, интерес к глиняной посуде, из-за того, что она сделана из чистого материала, служит человеку с добром, для здоровья и для радости. Поэтому, когда мы ездим на ярмарки, мы бываем уверены, что больше половины посуды обязательно продадим. А все фестивали и все выставки, они подпитывают нас общением с нашими единомышленниками, с такими же мастерами, как и мы. Мы делимся секретами своего ремесла. Александр Иванович у меня очень открытый человек. Он расскажет начинающему гончару все и поможет всегда. И сам чему-то любит поучиться. Обязательно. Вот приезжает с выставки или с ярмарки, где проводят мастер-классы другие мастера и говорит, ой, какой же я хват подглядел. То есть, как вот поднять стенку на гончарном кругу у изделия совсем по-другому. И он бывает, знаете, какой наполненный. После таких ярмарок и фестивалей в два раза лучше получаются все изделия. Наталья Борисовна, а вот в каких городах больше? В мегаполисах, в Питере, в Москве или вот таких Иваново, Кострома, Нижний Новгород? Павел, сейчас ярмарки проходят везде. Просто в Москве для участия в таком мероприятии нужно внести немалую сумму. Да, ну если вот не секрет, например, сколько? Сколько? Ну вот для того, чтобы участвовать в зимней ладье, ладья проводится в Москве, проводится она в экспоцентре в декабре. Все приобретают там подарки новогодние. И два метра стол, два квадратных метра, пять дней. Нужно заплатить 22 тысячи за вот это место. Поэтому здесь подумаешь, участвовать или нет. А когда мы едем в Ярославль, в Кострому, в Муром, там все намного скромнее. Там за место, ну где-то максимальные три тысячи. И народ очень отзывчивый, простой. Встречает нас хорошо. Очень хорошо встречает. Да, и даже сами подсказывают какие-то старинные формы, ведь истоки-то все оттуда. Очень любят вот посуду, посуду и помнят ее, вот именно Муром, Нижний Новгород. Там до сих пор в этой посуде по утрам готовят в чашках таких. Подайте мне вот в полке. Какую? Мы зовем любую миску. Это называется, мы зовем миска, да. А ведь правильно назвать это изделие не миска, а чашка. Сказку про три медведя. Вспоминай, Павел. Кто ел из моей чашки? Вот, вот из такой чашки ел кашу и Мишка, и Медведица все. И вот там готовят пшенную кашу каждое утро в духовке. Вот в таких чашках. И я как об этом узнала? На ярмарке подходит молодая пара, лет по 20, муж с женой. И так серьезно у меня на местном диалекте, а у них своеобразный диалек. И в каком городе? В Муроме. Спрашивают, ложка на три стакана есть? Не могу. Черепушка на три стакана есть? Я опять, чего? Ну чашка, чашка, кашу варить пшенную. А, я говорю, есть вот, уж больно легкая, да больно стенка тонкая. В их понятии миска, вот эта чашка должна быть с толстым дном, с толстыми стенками. У них всегда эти миски делались простыми, грубыми, надежными и дешевыми. К нашей посуде в начале было недоверие. Когда приехали на второй год, они уже поняли, что она тоже пригодна для приготовления каши в духовке. Вот эта чашка на кругу, да, сделана? На кругу, на кончатном, да, сделана. Наталья Борисовна, вот у вас проходят курсы различные, обучение. Вот на эти обучения кто? Дети приходят к вам? Взрослые приходят? Берем мы на обучение людей, которым это действительно в жизни нужно, которым это может пригодиться. Александр Иванович по такому принципу отбирает себе учеников. А как вот вы определяете? Вот увидели, сразу видно, или вы дали ему попробовать глину? Ну, во-первых, всегда интересуемся, для чего он хочет этим заниматься, и будет ли у него потом возможность применить это в жизни. Если человек терпеливый, Александр Иванович кого хочешь выучит. Лишь бы было терпение и желание. Попадались и очень способные, и попадались и совсем не очень способные. Но в итоге курс обучения у Александра Ивановича где-то 21 день, 3 недели. Наталья Борисовна, а вот с других городов, когда приезжают, например, с Казани или с Петербурга, это же за один день не обтучишься, вот вы говорите 21 день. Вот где они в гостинице переночуют, или у вас есть какая-то комната специальная гостевая? Павел, мы так постарались обустроить свою мастерскую, что в итоге построили на втором этаже мансардный этаж у нас. И как я говорю, это помещение называется у нас мини-гостиница. Там у нас есть и комната гигиены, то есть и туалет, и душ, и кухня, и полноценное помещение. Человек, который приезжает из другого города, живет у нас там и кушает с нами, для того, чтобы ему все свободное время и все силы истратить на обучение. А сколько вот в день, допустим, человек, который приезжает из другого города, сколько он в день тратит времени для того, чтобы за 21 день ему обучиться? Вот Александр Иванович говорит 10-11 часов, и это правда. Если столько не тратить, то мне кажется, значит, у человека и интересы настоящего. Ну, если ему все готовое дают покушать, что ему тратить? На приготовление пищи время не приходится тратить. Все свободное время, сиди и занимайся. У нас мальчик из Саратова жил, Ваня, взрослый, 22 года. Летом жил, световой день длинный-длинный. Его привез папа, а у папы черный пояс по карате. И вот Ванюшка, я уже огород волью. Я смотрю, Ванюшка сидит вот здесь и все что-то делает, делает. Думает, уже, думаете, не 10 часов, он, наверное, 15 часов в мастерской. Я прихожу, спрашиваю, Вань, ты чего боишься? Папа все-таки черный пояс по карате, папа такой серьезный, наказ тебе такой серьезный дал. А он говорит, не, я оторваться не могу, мне так интересно. Правда, правда, я сам. Кого как захватит. Но заниматься нужно по-серьезному. А одного мальчика прислали из Москвы, знаете, как в наказание сказали, вот ты в Югославию не поедешь в трудовой лагерь, Егор, а поедешь сюда и должен обучиться ремеслу. Вот ему так было тяжело, потому что велели. А у самого не родилось вот это вот тяги. Все равно, раз в еле выучился. Наталья Борисовна, вот так как у вас профессия творческая, надо это брать, что-то лепить. Вот государство вам как-то помогает, администрация наша подмосковная? Или как хочешь, так и крутись. Павел, я хочу сказать, что появилась программа поддержки ремесленников. Официальная программа. Она идет на уровне Московской области. Доводится до каждого районного, до каждой районной администрации. И по этой программе, по этой программе в прошлом году была оказана, какая поддержка ремесленникам Эстринского района поплатили за участие в ладье. За пять квадратных метров. Пять квадратных метров. Пять квадратных метров. Ладья, получается, под Москвой самая такая престижная ремесленницкая выставка. Это выставка всех мастеров России. Там со всей России, там кого только нету. Но мастеров было. Вот у нас, смотрите, у нас Истринский район, Московская область. Вы говорите со всего этого союза нашего Истринского. Нет, в Истринском районе содружество мастеров, ремесленников есть. И на этих пяти метрах мы все старались, как кем-то, показать. Свои изделия было очень сложно. Народ недоумевал, почему лежат в одной куче крынки, ложки, варежки меховые, куклы тряпочные. Наталья Борисовна, извините, я вас перебью. То есть, грубо говоря, вы сказали, что пять дней выставки стоят 22 тысячи рублей. Да, это два метра. Это два квадратных метра. То есть, грубо говоря, четыре квадратных метра, это, грубо говоря, 50 тысяч рублей. Вот администрация выделила 50 тысяч рублей на то, чтобы 25 человек условно выставило на этих пяти квадратных метров. И вот эта помощь такая у нас. Ну, даже это не администрация. В администрации программа есть, а проплатил спонсор. Истринский райпотребсоюз проплатил. Но по ходатайству администрации. И, ну, мы-то пять дней постояли. Поглядели на других мастеров, что-то продали. Ну, во всяком случае, участвовали. Но это начало, я думаю. Прошлый год первый раз практиковалось. Именно это мероприятие было тоже оплачено. То есть, это только второй год. Но, слава богу, что лед тронулся. Значит, можно надеяться, что в этом плане на следующий год нам еще в чем-то могут помочь. А могу еще вот что сказать. Что вот у нас висит диплом. Это диплом, номинация «Люди Подмосковья». Номинация эта была по 2014 году. И Александр Иванович получил диплом, этот диплом от правительства Московской области. Конкретно от Воробьева. То есть, Воробьева. А ты к этому диплому прилагалась? 25 тысяч премий. То есть, грубо говоря, за все время. То есть, вам дали два, грубо говоря, приза. Первый – это за диплом 25 тысяч рублей. И второй – это на 25 человек 5 квадратных метров поплатили. Ну, может, плохо просили. Поддержку, да? Плохо просили, вы скромные. Может быть, просили бы, стучали, говорят, в закрытую дверь стучать надо, тогда откроют. Но, кстати, оставить что это или нет, то, что я скажу. Но вот эту премию 25 тысяч нам объявили, что выдали в декабре 2014 года. Мы за ней, за эту премию за 25 тысяч бились 3 месяца. Пока на прямой связи с Путиным в марте месяце я не задала прямой вопрос. Так и так. Нам бумажку дали на премию 25 тысяч, а денег не дали. Это правительство Москвы тянуло, это не Истринский район. Нет. Тут же и 10 звонков отовсюду было. Вы получили? Вы получили? Наталья Борисовна, а вот давно вы этим занимаетесь? Сколько лет? И почему вы стали этим заниматься? Вот это вот такое ремесло, тяжелый труд вот этот. По первой специальности, по главной, Александр Иванович у нас инженер-строитель. Занимался он в основном сантехническими делами. И как я любила пошутить, ведь ванна это же тоже глина и умывальник. И как я смеялась, говорила, от больших форм он перешел к малым. То есть ванны, унитазы, а теперь вот посуда. Это, конечно, шутка. Но, тем не менее, в каждой шутке есть доля шутки. А помог принять это решение мой брат. Он до вас, да, этим занимался? То есть вы их подглядели, увидели? Брат занимался этим. Брат сколько уже занимается? Брат занимается в два раза больше, чем Александр Иванович. Александр Иванович сколько занимается? 16 лет. 16 лет. А брат получается 32 года. А брат вот у вас как до этого дошел? То есть у вас как-то эта династия из поколения в поколение? Или он где-то это подглядел? У него это... Ты знаешь, Павел, друг у него, поверен Александр, это считается очень знаменитый гончар у нас и по России, и по Подмосковью. Друг юности. А вдруг решил все бросить, имея диплом инженера. Миссию он закончил тоже строитель. Вот строители-то все их так прям к Лене тянет. Творческие люди. И вот он поехал в какую-то деревню и прожил все лето у деда, у гончара. Приехал и говорит, ну все, ребят, такое ремесло я подглядела, давайте с вами артиллер организовывать. А потом, как все творческие коллективы, ведь вы знаете, гитаристы сначала в одном ансамбле, а потом каждый начинает сам уже заниматься. Так и здесь у них каждый вырос, каждый стал на ноги, и каждый, как бы, у каждого свой почерк появился. А в самые тяжелые времена, когда они в Покровской керамике не могли платить Артеменкову Михаилу Алексеевичу за аренду, то мы с Александром Ивановичем занимались торговлей. Была у нас автолавка, ездили мы по деревням. Я им говорю, ну сделайте кружки, самые обыкновенные. Мы их продадим в деревне. Напишите на них, хочу чаю. Вот наделали они вот таких кружек. Тут Александр Иванович мой посмотрел, посмотрел на все на это и говорит, ну я тоже, наверное, так смогу. И решил, да, ну как, так самоуверенно сказал, даже сказал, что через 3 месяца я сделаю вот именно вот такое изделие. Мне было страшно за его слова, я переживала. То есть он пришел к брату, взял, отнял у него круг, что вот я буду теперь гончаром. Да нельзя, он сказал, что я пообещал при свидетелях к Новому году сделать изделие вот такой-то формы. Я хочу выучиться, пожалуйста, вот. Ты еще не учил, да? Да, и? Тоже 21 день? Нет. Александр Иванович у нас получился сколько времени? Он вот в ноябре пришел, а к Новому году мы продали первую партию посуды на 13 тысяч. Почему я такая нарядная? Потому что очень люблю проводить экскурсии для детей. Именно в такой одежде она очень подходит к нашей деревянной мастерской. То есть это какая-то специализированная одежда? Или это гончарная, или просто русская народная? Это сценический образ хорошей доброй бабушки, которая может с ними позаниматься, рассказать им о старинной посуде. Вот, допустим, в таких вот двух горшочках, это щанки называются, носили обед в поле. Вот. А вот этот кувшинчик с носиком, кувшинчик с носиком называется полевик в поле, носили попить. Молочко? И молочко, и квас, что хотите. А вот этот вот старинный муканик, называется рукомой. Смотрите, вот когда приходят экскурсии ко мне детворы, и я им все это рассказываю, загадки задаю. Ну-ка, загадайте загадку. Загадку сейчас загадаю. Вот. Это про этот самовар, да? Нет, это не самовар, это рукомой. Рукомой, руки мыли, висела внизу деревянная кадушка, лохань. А вот сейчас загадка. Нет. Настя, улыбайся. Был я на копанце, был я на топанце, был я на кружале, был я на пожаре. Когда молод был, я людей кормил, а стар стал, пеленаться стал. Горшок. Отгадка какая? Что у меня в руках? Что у меня в руках? Горшок. Вот это отгадка. И вот все в этом. Был я на копанце, глину выкопали. Был я на топанце, глину помяли. Был я на кружале, на гончарный круг положили. Был я на пожаре, в печке обожгли. А когда молод был, людей кормил, в печке готовили в нем кашу, щи. Стар стал, пеленаться стал, трезвый горшок. Бересту брали в кипяток, клали, тонкие полоски, скрепляли половинки горшка и клали уже в него зернышки, семена, укроп. Что хотите, только воду нельзя наливать. Наталья Борисовна, а вот вы говорите, что с одного горшка есть можно, а с другого горшка есть нельзя. Что это? Это тоже бывает. Вот смотрите, у нас горшок. Красавец. Дымленый. Дымленый. Все говорят, что из черной глины, а это нет. Дымленый это как понять? Дымленый это вот в печи на обжиге стоит, изделие до 1000 градусов обжигается. Температура подошла к 1000-1050, автоматика срабатывает, печка выключается. И Александр Иванович берет щипцы, открывает печку, берет щипцами этот горшок, несет на улицу, а там у него металлический короб с опилками. И туда кладет и закрывает крышкой. И на всю ночь. А с утра достает он уже не белый и не красный, а он черный, он задымился. А пахнет необыкновенно вкусно. Настя, понюх, чем пахнет? Чем? Копченой колбасой. Да? Опилки такие вкусные. Я нюхал, мне показалось копченой рыбы. Копченой рыбы. Но бывает, что дымят не опилками, а резиной. А резина это яд. И вот уже из такой посуды есть нельзя. То есть резина получается дешевле экономит? Резина проще. Там вот здесь, в этот короб, ну он каждое изделие щипцами несет из печи, боится, что уронит. И это все производительность труда низкая. А если в печь сразу загрузить много посуды и положить туда нарезанную резину, ну шины какие-то старые, завернутую в фольгу, как говорят, конфетку бросить. И без доступа кислорода все это делать, там будет обжигаться в один обжиг. Правильно я, Иванович, объясняю? Почти. То получится идеальный черный цвет. А пилки оставляют точечки, крапинки, пятнышки. А резина дымит все идеально ровно. И производительность... То есть то, что натуральное, менее красиво, чем с резинами. Ну, я бы так... Ну, там точечки, крапинки. То есть это получается более равномерно. Вы знаете, японцы говорят, печка лучший художник. Вот мы тонировку делаем молоком. Вот вы видите, эти полосочки, точечки, да? А это наоборот, вся красота. Вот она, вся красота в этих полосочках. А если бы он был просто коричневого цвета. У вас там роспись, да, вы оставляете? Ну, вот здесь видите, ну, это орнаментал Иванович. В лунном сиянье снег серебрится. Вдоль по дороге троечка мчится. Динь-динь-динь, динь-динь-динь, колокольчик звенит. Этот звон, этот звон много мне говорит. В лунном сиянье, ранней весною, Помнишь ли встречи, друг мой, с тобою? Колокольчиком твой голос юный звенел. Этот звон, этот звон о любви сладко пел. Вспомнился зал мне с шумной толпою. И чеканила, ай, с белой фотою. Динь-динь-динь, динь-динь-динь, Звон бокала звенит. С молодою женой мой соперник стоит. Играют. Свистульки лепим разные. А в параллели... То есть вы слепили, потом обожгли и покрасили, да? Так получилось? Тренировка молоком. Потому что мой принцип какой? Дети свистульку берут в рот. И свистульки у меня все похожи на прянички. Они все вот такие вкусненькие, такого цвета, как хлебушек, как пряничек. Кто-то делает свистульки ярко раскрашенные, но у каждого своя, как бы, школа, свое видение, да? У меня вот моя свистулька вот такая. А училась я лепить, конечно, на дымковской игрушке. Дымковская это что? Вот это город Вятка. И вот оттуда пришла вот эта дымковская игрушка. Дымковские игрушки учили меня пластике, учили меня форме. Учили меня схватить вот тот образ, который я вижу, чтобы свинья была похожа на свинью, чтобы девушка была, вот девушка барышня, тоже была похожа на барышню. И вот когда я научилась уже делать эти фигурки, тогда я стала лепить свистульки. Для меня уже было просто. И с детворой мы лепим как свистульки, так и дымковскую игрушку. Вот мы с Настей лепили барышню. Настя, да? Ну, заодно занятие такое ведь не слепишь, да? Сколько занятий мы лепили с тобой? Три, наверное. Три занятия. Тяжело было, значит? Да, да. Три занятия мы купили в такой барышню. Ну вот собираемся мы еще с Настей слепить вот такого паренька с собачкой. Настя, мы спланировались такой, да? Ну вот это вот такого будем лепить паренька с собачкой. Паша, я могу вам показать крынки? И угадайте, вы среди этих крынок те крынки, которые делали женщины во время войны. Ну, давайте попробуем. Пойдемте на полке, я вам покажу. Вот теперь угадайте, какие из них делали именно женщины. Мужики ушли на войну, Великой Отечественной войны. Это такое у вас музей, да, здесь? Да, и женщинам пришлось делать самим посуду. И вот найдете крынки, которые делали женщины? Крутили или тянули, правильно говорить так. Закрубим тяну. Так, ну я думаю не левый, либо правый совсем, либо вот этот вот длинный. Молодец, Паш. А почему? Можешь обосновать? Мне кажется, его проще делать, он длиннее. Может быть, да нет, подождите. Наверное, изящнее, он талия у него такая женская. Паш, мужик-то воюет, а про кого она думает-то? Про мужчину, про своего мужичка. И смотри, у нее крыночка-то какая, плечи широкие, как у мужчины, а попки-то нет, бедра узкие. Фигура-то мужская. А мужчины гончары, вот верхние полки, смотри, Павел. Видите, какая талия, какие бедра крутые. Когда гончар тянет. А то есть, получается, это все женские? Вот это мужчины, он делает крынку, он присоединяет. Нет, вот верхние, это мужчины, все. Это все мужчины делают. А они же представляют, что даму в руках держат. А нижние, это все женские. А нижние вот, вот это вот женские. Вот, видите, попы нет, они про мужчин думали. Я понял. Наталья Борисовна, а вот расскажите, про, как работает на кругу. Ну, главный момент, которому учатся начинающие ремесленники от двух дней до недели. Это центровка. Кому глина положить на центр. Это то, что сейчас делают, да? Да, как раз. Это, наверное, чужие от центровал. Центровал, да? От центровал. Протнув донышко. И сейчас приступает к тому, чтобы тянуть стенку. Видите, стенка начинает расти. Вот он тянет, тянет ее кверху. То есть у него педаль там, да, на которой он наживает и скорость регулирует. Тянет к педалью. И вот основные моменты это центровка. И, как правильно сказать, вытяжка. Вытяжка, вытяжка. Видите, он протягивает. Протягивает. Главное, чтобы толщина стенки оставалась одинаковой. Наталья Борисовна, это он кого, женщину делает или мужчину? Он у нас только женщина. Мужчина, настоящий мужчина. И у него в руках получаются красивые крынки с красивой фигурой. Красивая фигура это какая? 60 на 90? 60, 90, 60. А у него и получаются дамочки 50 размера, 52. Хорошие. С хорошей талией, с хорошей глубинкой. Вот смотрите, он сейчас, грубо говоря, вот сделает этот горшок. Это горшок, крынку, да, крынку. Сделал крынку, потом он ее ставит в печь. Потом он ее сушит. А сушит? А сушит сколько по времени? Ну, от трех до недели. От трех дней до недели. Но до печки еще много технологических моментов. Вот он сделал, поставил, потом он обрезал донышко. Старину говорили, мужики тянут, бабы оправляют. То есть, замывают, обрезают донышко, доводят форму дома. Потом он наносит резной огнами. А вот водой, почему смачивают? Для чего это нужно? Двигатель. Двигатель? Дрение, чтобы не было скольжения. А тот зацепил пальцем, прилип палец. Суколь. И все, и все прорвал. А вот печка, это какая-то специальная, или это обычная? Печка специальная. Температура, да, была? Да, да. Сейчас мы посмотрим. Маленькая муфеля, большая, специальная промышленная печка с определенным объемом. На дровах, на чем она электрическая? Электрическая печка, нехромовая спиральта, футеровка огнеупорная. 8 часов посуда в печке сидит, 8 часов четочек крутится. А после того, как из печки вытащили, она должна остывать какое-то время? Да. Она сначала остывает, а потом в печке достаешь, а то треснет. Ага. Нельзя сразу, перепад температурой. И первый обжиг называется утильный. То есть несколько раз, да, надо обжигать? В зависимости. Такие вещи в один рот. Ну, вообще, бывает и 2, и 3 обжига. А вот то, что говорили, пищевая посуда, ее сколько раз надо обжигать? Можно и один, можно и два. Ну, лучше два, да? Ну, нет, нет. Если вот, сейчас покажу, вот смотри, вот грушка есть, внутри, глазурью, а это без глазури. Ага. Вот это в один обжиг. Второй обжиг идет, как до 500 градусов, молочко прикипает. Молочко я не понимаю, то есть это берется молоко и... Купается кружка в молоке, ставится на скатерть, здесь Иваночка стелит скатерть, купает посуду в молоке, ставит на скатерть, посуда обсыхает, а потом в печь. Но только не на 1000 градусов, на 500. На 500, да? Молочко прикипает, и получается красивый цвет дерева, или хлебушка. И это получается практически один обжиг, такой полный, до 1000 градусов. И второй, как обжиг для тонировки, 500 градусов, он короткий, потому что печька быстро набирает 500 градусов. А есть еще глазурь, вот видите, Павел, вот эта кружка, внутри пищевая глазурь. по правильным, по технологическим моментам, если разложить, то нужно делать второй обжиг. Но иногда Александр Иванович делает в один обжиг. Он высохнет вещь, он глазурью пролил внутри, и в печь. Печку покажете? Конечно. Пойдемте посмотрим. Это она сейчас выключена, да? Вот печка. Запах у вас тут, конечно, балденный. Деревом пахнет. Это... Вот печка, наша последняя печка, которая 100 тысяч стоит. Вот она. А эти печки самодельные. Вот печка, и вот печка, Иванович сам делал. Это вы давно ее покупали? Два года. Два года, наверное. Сейчас она уже подороже будет стоить. А самодельные это какие? Вот маленькая. Они сейчас, они рабочем состоянии? Рабочем состоянии, да. Но они не дают такого качества, да? Все точно так же дают. Просто вот это более удобное. Видите, здесь горизонтальная загрузка. А здесь вертикальная. Вот так вот поднимается, и туда закладывается. Вот это лещатки. Одна побольше, другая поменьше, да? Вот это когда срочный заказ, и нужно... Быстро нагреет? Побыстрее, да. И побыстрее нагреется. И одну вещь вот закажу какой-то. Графин, кувшин сделал, обжег. А здесь же нужно, чтобы экономить электричество, полную печку по солнцу грузить, правда? Не будешь же гонять печку из-за одного кувшина. Ну да. Маленькая муфельная печка. Сколько она электричество-то ест? Это нужно, Александр Иванович, спрашивать, сколько она ест-то. Ну, платье... Немало. Эличество хорошо. Тысяча по 7 в месяц платят электричество. Ну, это вот один гончар. Вот, посмотрите. А это вот поделки, да? Это вот изделие из-за белой глины, вот это, серого цвета глина. В ней нет железа. Это какая? Некоторого в поле, да, собираются? Это за 50 рублей килограмм. Вот первый обжиг дает цвет или белый, если в глине мало железа, то значит, она получится вот такая белая. Весь цвет органика, будь то зеленый, голубой или черный, он весь выгорает. И в итоге остается только, если есть железо, то вот получится вот такая розовая. Видите? Розовая после обжига вещь. Там железа много в этой глине. А здесь железа нету. И вот, пожалуйста, вам получается светлый такой цвет. Вот такого цвета. Вот это вот крынка из серой глины, из белой. Вот видите, оттенки разные. Это из красной глины, а это вот из глины, которая в сыром виде серая, а после первого обжига она получается белая. Вот мы сегодня с Настей делали бирюльки. Что такое бирюльки, мало кто знает. А это старинная русская игра. Вот сколько, видите, у нас глиняных изделий. И что это за игра такая? А вот такая игра. Берется два крючочка. Сейчас мы Насте покажем. Вот эти крючочки большие Альсан Иванович должен переделать в маленькие. Держи. Посыпаются это все кучкой. Вот эти недоделанные у нас бирюльки. Вот допустим, вот такой кучкой. Бирюльки все должны лежать в одном маленьком горшочке. Где у нас горшочки маленькие от бирюлик? Вот они у нас должны лежать в таком горшочке. Высыпаем мы на стол. Сейчас мы все покажем. Вот это вот мы уберем. И начинаем. По правилам настоящим Вот кто кучку стронул, кот переходит к другому. Но сейчас все очень быстрые, шустрые. И мы придумали новые правила. Вот мы начинаем с Настей. Кто больше натащит свою кучку игрушек? Нет, Наташ, лучше по правилам. Потому что таскают, отлетают ручки. Нет, а так тоже таскают. Вот я зацепила мое. Вот эту зацепила. Но тащить нужно по воздуху. А, то есть это по времени или как? Нет, вот кончилась кучка, а мы потом считаем, у кого больше игрушек натащила, тот и победил. Пока кучка не кончилась, игра продолжается. Да, да, да. Это вот эти правила. Это когда-то это раньше так играли? Раньше были немножко другие правила. Там вот высыпается горкой, как вот спички горкой. Ты тащишь. Если ты стронул кучку, ход переходит к другому. Но это очень долго. Когда ко мне на экскурсию ребятня приходят... А как ее не тронуть, если она в куче лежит? А вот так. Так суметь надо. Ведь тебе не в бирюльке играть. Да, вот это тебе не в бирюльке играть. А так это вот тебе сцепляется, обязательно есть за что зацепиться. Поэтому и говорят, не в бирюльке, да? Да, это тебе не в бирюльке играть. А вот у нас такие бирюльки. Вот мы сейчас... Так, вот здесь вот чашечку. Кто побеждает? Настя. Меня побеждает. Настя. Все, я зацепила тоже. Руками снимать нельзя, да? Руками? Руками нельзя, по идее. И тащить нельзя, по этой. Ну, вот эти крючки не очень удобные. Я вот все добиваюсь, чтобы сделала... Да сделай, сделай. ...хорошие мне крючки. Там не надо загибать было. Там просто... Чуть-чуть. Перед травой. Никак как курицу не зацеплю за хвост. Настя, все. Это все Настя лепила или это? Это я лепила. А, Настя лепила вот эти, да? Настя вот она лепила сегодня. Вот те берут. Это для сегодняшнего дня, да? Ну, мы вдвоем нас только налепили, да. Ты думаешь, это быстро налепить? Это... Да нет, я думаю, наоборот, чем меньше, тем дольше. Маленькую штучку пока ты это... Все, считаем. Сколько у тебя штук? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Наверное, победила дружба. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Настя победила. Все. Ну ладно, Наталья Борисовна, поедем мы домой. Спасибо вам большое. С вами было очень хорошо. Народ вы творческий, рукастый. И я думаю, что мы с вами увидимся. Ждите нас на вторую серию. Обязательно. С вами был Игорь Негода. Продолжение следует...